Дагестанский айболит 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 не спешит называть себя героем. Он убежден, что это его обязанность, как истина верующего человека, помогать нуждающимся. То, что вот это дело бесплатное, я не считаю, что это подвиг. Я думаю, это обязанность каждого мусульманина. Если Аллах тебе дал, я всегда говорю, мне говорят, и как ты делаешь, зачем там бесплатно? Я говорю, Аллах тебе дает, надо, ты тоже должен давать, ты тоже должен делать. Так не бывает, собираешь. Это же от Аллаха идет все. И мы, если расходовать не будем, если делать, помогать не будем, кто нуждается в этом. Ну, в любое время, я думаю, Аллах забрать можешь просто. Приобщились к благому остальные работники клиники. Главным условием при подборе персонала было их согласие на бесплатное лечение пациентов в светлую пятницу. Этот пункт, признаются врачи, их больше привлек, чем смутил. Мы мусульмане, и поэтому к этой акции должны относиться все положительно, хорошо. И в любом случае, это нам вернет все вдвойне, то, что мы делаем. Искать подопечных для бесплатной помощи доктору помогают фонды. Но есть у соматолога и список постоянных клиентов по благотворительной линии. И очень давно и неоднократно обращалась за лечением к Зайнуйдину Османову. Еще тогда, когда он работал на Пирогово. У него не было своей клиники, там был небольшой кабинетик. И могу сказать, во-первых, как врач, очень профессиональный, как человек широкой души, доброго сердца. Зайнуйдину Османову 31 год. За его плечами уже большой опыт работы и профессионализма. За это время он помог сотням малоимущих. Светлая пятница – это не единственная благотворительная акция, организованная Зайнуйдином. Так, 10% с вырученной в каждый понедельник прибыли его клиника отчисляет фонды. Проходит 10-й международный межрелигиозный молодежный форум. Участие в нем принимают более 100 молодых ребят из разных уголков страны, независимо от вероисповедания. Для них представлена насыщенная образовательная, спортивная и развлекательная программа. Продолжит Хамзанур Магомедов. Ежегодный, уже традиционный межрелигиозный форум начал свою работу. Официальное открытие состоялось на базе отдыха «Солнечный берег» в Карабудахкенском районе. Поздравить участников с началом юбилейного форума пришли представители власти, религиозных конфессий республики, а также эксперты и почетные гости из-за рубежа. Проведение подобных форумов, конечно, это очень важно, потому что вот это взаимодействие всех конфессий, оно важно почему? Потому что вот проблемы, с которыми сегодня наше общество сталкивается, они очень серьезные, они касаются и представителей ислама, и христиан, иудеев, всех касается. И когда мы вместе взаимодействуем и вместе пытаемся решать эти проблемы, это дает свои плоды, и мы это наглядно видим. Для молодых ребят организаторы подготовили насыщенную программу, вип-встречи с экспертами, семинары, интеллектуальные игры, спортивные состязания и экскурсии по достопримечательностям Дагестана. В рамках межрелигиозного форума в Дирибенте состоялась также международная богословская конференция с участием видных зарубежных ученых. И мы приезжаем в Дагестан с радостью, не только из-за того, что это красивая республика, гостеприимная республика, но и то, что здесь мы получаем знания. Прибывшие в республику ученые-эксперты из разных регионов России и зарубежья в рамках форума постели ведущие учебные заведения Дагестана. Со студентами они говорили на такие темы, как сохранение семейных ценностей, о добром нраве и любви к родине. Цель организаторов, а это Министерство по национальной политике и делам религии республики и Дагестанский гуманитарный институт, сохранить и укрепить добрые межнациональные и межконфессиональные отношения в России. Хамз Нурмагамидов, Ислам Халиков, новости телеканала ННТ. Более 300 мероприятий по всей республике пройдут в рамках празднования Дня защиты детей. Это 98 концертов и фестивалей, 42 игровых мероприятия с мастер-классами и шоу-аниматоров, конкурсы рисунка, выставки книг, картин и соревнования по разным видам спорта. Отметим, что по поручению главы Дагестана особое внимание уделят детям участников СВО, инвалидам и детям из малоимущих семей. 1 июня на территории Анжи-Арены будут организованы аттракционы и экскурсии. Всего праздника хватит более 250 тысяч юных дагестанцев. И о спорте. В Эсбербаше подвели итоги мини-футбольного турнира на призы Муфтия Дагестана Шиха Ахмада Афанти. Призовой фонд в размере 200 тысяч рублей оспаривали 23 команды. О победителях и призерах соревнований расскажут наши корреспонденты. Красивые голы, подкаты и дриблинг. Мини-футбольный турнир среди молодежи из Эсбербаша на призы Муфтия Дагестана проводят впервые. В матчах в формате 6 на 6 сошлись 23 команды. Это студенты и спортсмены, представители разных организаций, бизнеса и просто желающие проверить свои силы. Инициатором выступил председатель совета имамов города Абдулла Салимов. Когда мы только думали про этот турнир, как его провести, говорили, что в Эсбербаша больше 10 команд может не набраться. Но, альхамдулла, в итоге 23 команды набралось. И самое было приятное, что среди этих команд такое разнообразие. Там и студенты колледжей, там и представители ресторанов, там и профессиональные команды тоже были. С больницы была команда. То есть настолько разнообразные были команды. То есть турнир охватил по сути всех. Вот это радует на самом деле. Призовой фонд турнира 200 тысяч рублей. На поле высокая конкуренция и борьба на каждом участке. А за ним общение и новые знакомства. В перерывах между играми футболисты могли подкрепиться. С утра дельник готовили ароматный плов. Турнир призван сплотить активную молодежь из Бирбаша. Достаточно масштабный турнир оказался. Очень много команд, много групп в команде, по 6 команд. Такого турнира давно не помню, что в городе был. По детству только у Ли Кока-Кола, если помните. Поэтому я думаю, надеюсь точнее, что этот турнир в дальнейшем, как традиция будет, ежегодно проводится. Потому что у ребят организуется сплоченность, братский футбол. Если, конечно, соблюдать все нормы, нормативы. Я в восторге вообще от этого турнира. Наверное, за всю историю, сколько турниров было в нашем городе, собрать 23 команды, это дорого стоит. Мне очень нравится этот турнир. Этот турнир в первую очередь сделан для того, чтобы братья сплотили, чтобы братское было. И вот эти лишние разговоры, они неуместны здесь. Конкретно на этом турнире точно неуместны. Лучше других групповой этап и матчей плей-офф прошли команды Центральной городской больницы и Энигма. Встреча за золото, как и ожидалось, прошла в острой и обоюдной борьбе. Уступать не хотел никто. Основное время завершилось ничью, а в серии пенальти, точнее, оказались медики. Тройку призеров замкнула команда Барса. Турнир бомбовый, честно говоря, очень понравился. Очень много команд было хороших, очень тяжелые игры были. А в финале уже там лотерея, да, по пенальти, это кому больше повезет. Энигма команда тоже очень хорошая, Баркала за игру, Баркала организатором тоже. Победителей и призеров наградили кубками, медалями и денежными премиями. Также организаторы учредили награды в индивидуальных номинациях. Аслан Магомедов, Курбан Рагимов. Новости ННТ из Бербаш. Смотрите нас также на нашем телеграм-канале. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин